Итак, мы теперь перейдем к рассмотрению от каждого стиха этой священной книги. Первые восемь стихов этой книги мы можем назвать «вступление в книгу Откровения», а всю первую главу мы могли бы несколькими словами назвать «отправитель этой книги», кто ее отправляет и кому. На каждом письме обычно пишется адрес отправителя и получателя. И вот первые три стиха они делают вступление или дают нам начало этой книги. Мы их прочитаем. Из первой главы первые три стиха. «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав онное через ангела Своего, рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса и что Он видел, блажен читающий и слушающий Слово Пророчества сего и соблюдающий написанное в нем и во время близко». Первый стих говорит нам о том, что это есть откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог. Очень часто мы говорим «откровение Иоанна». Фактически это не откровение Иоанна. Не Иоанн открывал от себя что-то. Это не Его судьба. Это не Его пророчество. А наоборот, Бог дал это откровение Иисусу Христу. То есть это откровение Божье, но оно дано Иисусу Христу, потому что Библия учит Отец и Сын одно и то же. Христос говорит «Я и Отец одно и то же. Кто видит Меня, тот видит Отца». И вот Бог передает Отец, передает это откровение Сыну Своему Иисусу Христу. А этот Христос передает это откровение Ангелу. А ангел передает дальше Иоанну. Кто же эти ангелы? Библия говорит нам о том, что ангелы – служебные духи. Их Господь сотворил еще до создания нашего видимого мира. Эти духи созданы для того, чтобы служить Господу Богу. В Откровении, в пятой главе, в одиннадцатом стихе мы читали. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было, тьмы тем, и тысячи тысяч. Тысячи тысяч – это один миллион. Если тысячу раз взять тысячи, а если тысячу тысяч – это намного больше. Чма – это десять тысяч. Чма тем – это сто миллионов. А если чма тем, то это много раз сто миллионов. Это говорит нам о числе ангелов. Даниил тоже пишет в седьмой главе, в десятом стихе, что служили Ему тысячу тысяч, и предстояли перед Ним чма тем. То есть ангелы созданы до создания нашего мира в бесчистенном количестве Господов. Для того, чтобы служить Ему. Но в послании к евреям и написано, что ангелы – служебные духи, посланные к охране детей Божьих. Этих ангелов Господь создал и для того, чтобы нас охранять от всякого рода бед и зла в нашей повседневной жизни. И вот один из этих многих ангелов, он открывает Иоанну, как посланник Божий, что же будет в дальнейшем. Поэтому не откровение Иоанна, а откровение Иисуса Христа. И для кого оно предназначено? Не только для семи церквей, нет. И он показал, плав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну. А для чего? В середине стиха мы читаем, чтобы показать рабам своим, чему надлежит вскоре быть. То есть Бог открывает свои планы на будущее. Вот в этом свитке, о котором написано в 4-5 главе, который запечатан семью печатями, написан Божий план для будущего нашей земли. И этот свиток там распечатывается, его раскрывают. И этим самым становится ясно, что написано там, что Бог определил для нашей земли. А для кого оно предназначено? Для рабов своих. Кто же эти рабы-то? Кому предназначено это письмо? Мы читаем в книге пророка Исаии в 53 главе в 11 стихе об Иисусе Христе. Там он называется именем «раб мой». То есть рабом Божьим в первую очередь являлся Христос. Но Христу это откровение не нужно. Он знает, что должно случиться. Дальше мы с вами читали в книге пророка Амоса в 3 главе в 7 стихе, что Бог не делает ничего, не открыв тайны Своей пророкам, рабам Своим. Пророки были рабы Божьи. Но мы читаем и в посланиях апостолов в Римлянам 1 глава 1 стих. Апостол Павел – раб Божий. Рабами Божьими были и апостолы. А изучая хорошо Новый Завет, мы видим, что каждое дитё Божье, каждый, кто родился свыше, является тоже рабом Божьим. Не только служителя являются рабами Иисуса Христа, но и каждое дитё Божье. Значит, соответственно, 1 стиха это откровение принадлежит каждому из нас. Не только нашей церкви, не только тем церквям тогда, но лично каждому из нас. Если мы себе считаем детьми Божьими, значит, мы и рабы Божьи. И значит, оно принадлежит тогда и нам. Но понять эту книгу может не каждый. Псалмопевец говорит в 25-м Псалме в 14-м стихе, «Тайна Господня, боящимся Его, и завет свой открывает им». Тайну Божью получают или познают боящиеся Его, и завет свой, планы свои Бог открывает именно этим людям. Плотской человек ничего не разумеет о Духе Божьем. Вот эта книга неверующим людям непонятна часто. Ну что это? Ну как это? Вот различные картины описываются, как будто она не имеет смысла. Фактически мы увидим, что она имеет очень глубокий смысл. Так что она предназначена для рабов своих, чтобы они эту книгу истолковывали, чтобы они разъясняли, и чтобы каждый член церкви, каждое дитё Божье мог понять, что там написано. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что это конец Божьих пророчеств. В Ветхом Завете Господь говорил иначе, «Так говорит Господь». Если придёт человек с такими словами к Израилю, то они знали, что это пророк Божий. А если сегодня какие-то пророки говорят, «Так говорит Господь», или «Я и Иисус Христос говорю им», выгонять их надо всех. В Новом Завете Христос говорит, «Кто имеет уши, слышит, да слышит, что Дух говорит церквям». Совсем другое пророчество. Ни один раз на страницах Нового Завета мы не находим это выражение, «Так говорит Господь». Это ветхое заветное время. А в Новозаветное время Господь говорит, «Иначе». И Он говорит не всему народу, а говорит Церкви Своей. И это окончательное исполнение плана спасения, как я уже говорил. После этого нечего больше добавить или нечего больше убавить. И что Он хотел? Показать будущее рабам Своим. То есть напомнить о Своем пришествии. Напомнить о всех событиях, которые будут связаны с пришествием. То есть смотря на то, что делает сегодня Организация Объединенных Наций, что делает Всемирная Торговая Организация, на те политические изменения в нашей стране и на нашей планете, на все те антихристианские силы, на все то, что делается на Ближнем Востоке, чтобы мы могли правильно разобраться. Господи, ну для чего? Ну почему все это делается? Он хотел показать рабам Своим то, что будет дальше, в будущем. Во втором стихе Он говорит следующее. Об Иоанне, о себе, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел. Опять три особых свидетельства. Первое он говорит, значит, кто же он был? Он не последний андресат Иоанн. Нет, он должен дальше говорить об этом. Он является свидетелем Слова Божия. Как еврей, он хорошо знал Слово Божие. Оно читалось у евреев в синагогах, которые появились после Бавилонского плена в каждую субботу. И в течение одного года весь Ветхий Завет один раз перечитывался в синагогах. Так оно делается и теперь в Израиле. И Иоанн очень хорошо был знаком со Словом Божьим. Он говорит о себе, что он свидетель Слова Божьего. Поэтому, как свидетель, он и свидетельствует в Евангелии от Иоанна в первой главе, в первых четырех стихах. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. То есть, он знал Слово Божие, и он знал, что это Слово Божие является светом для всех людей на земле. Но Иоанн знал больше. Он был свидетель Иисуса Христа. Не только Слова Божьего, но и Иисуса Христа. Поэтому он пишет в первом своем послании, в первой главе, тоже в первых четырех стихах, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели, и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом, и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. То есть, он знал Иисуса Христа. Он единственный автор Библии, который называет Иисуса Христа именем Слово Божье. И в Евангелии от Иоанна, и в Первом Послании, и в Откровении трижды он дает или описывает Иисуса Христа именем Слово Божье. Поэтому он является свидетелем Иисуса Христа. В-третьих, он являлся свидетелем многих событий, которые были в жизни Христа, и событий, которые были на протяжении от начала создания Церкви Христовой в Иерусалиме до этого времени, когда он находится здесь в ссылке. Он видел все, значит, развитие, всю историю христианства. Все это он знал. Поэтому он был свидетелем многих событий. Он и является свидетелем всего этого Откровения. Он все это видел и все описывал. Совсем в конце этой книги, в 22 главе, он говорит в заключении в 18 и 19 стихах. «И я также свидетельствую всякому слышащему слово пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того приложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. То есть, Иоанн является свидетелем всего того, что он видал, что он слыхал, и что он написал. Поэтому он и пишет, который свидетельствовал слово Божие. И дальше свидетельствовал Иисуса Христа и свидетельствовал о том, что он видел. Значит, три особенности его свидетельства. И дальше имеем третий особый стих. Подобного стиха во всей Библии нету. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Блажен. Это место называется первым заповедью блаженства в Откровении. Их будет семь. Как мы имеем в Нагорной проповеди семь заповедей блаженства в пятой главе, имеем ряд заповедей блаженств Евангелия. Так у нас в Откровении тоже семь заповедей блаженств. Но все остальные заповеди блаженства в этой книге, они не так сильно похожи на нее, на эту, а все остальные совершенно другие. Она имеет особое значение, эта заповедь блаженства и размещена именно в начале книги, прежде чем что-то начинает излагаться. Блажен. Что это обозначает это слово? Сегодня в обиходной речи это слово почти не встречается. Это слово из Библии. Оно обозначает счастлив или весьма доволен или весьма радостен. В Ветхом Завете блаженными считались именитые люди. Например, Иов говорит в 29 главе в 11 стихе «И всякое ухо слышащее меня ублажало меня». То есть тот, кто его слышал, считал, что этот Иов, являясь именитым человеком, он блаженный, то есть он особый человек. Или блаженны были те люди, которые имели особые земные богатства, богатых людей, которые не знали нищеты, которые не должны были в поте лица зарабатывать свой хлеб, их называли блаженными. Блаженными Библия называет богобоязненных людей. В 32 Псалме в 12 стихе мы читаем Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избавил наследие себе. И те люди, которым прощены грехи, которые живут в союзе с Богом, их называет Библия тоже блаженными. Псалом 31 весьма знакомые первые два стиха. Блажен кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которым Господь не вменяет греха и в чьем духе нет лукавства. Вот с такими блаженными людьми сравниваются те люди, которые будут слушать и читать и слушать эту книгу. Но блаженными Господь называет Библии и тех, которых Он вразумляет. Иногда Бог должен с нами и посерьезнее поговорить. Бывают моменты в жизни, когда мы непослушны Господу. И вот псалмопевец говорит в 93 псалме в 12 стихе следующие слова. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим. И вот с этими людьми сравниваются люди, читающие эту книгу. Если в Ветхом Завете блаженство было связано в основном с временной земной жизнью и с благами этой земли, то в Новом Завете оно связано с Иисусом Христом. Она связана с духовной и вечной жизнью. Блажен читающий и слушающий пророчества Сисе. Какое большое значение имеет для нас письменность? Блажен читающий. Читать нельзя было бы, если бы не было написано. Господь дал людям письменность, дал им возможность свои слова, свои мысли или то, что они видели, где-то записывать каким-то образом так, чтобы другие поколения после могли это читать. О, если бы не было письменности, как бы мы узнали волю Божью? Как бы мы узнали историю всего народа, историю Библии? Все это Слово Божие до нас бы не дошло. Если бы его передавали устно, из уста в уста, что бы дошло до нас? Оно бы не было вообще больше похожим. Мы бы не могли ни учить, ни петь, вообще было бы очень тяжело нам жить, не имея письменности. И в то время люди не все могли писать, не все могли читать. Если мы все можем читать и писать, слава Богу. Вот, к примеру, в арабских странах, это 22 страны арабского мира, 70% людей не могут читать. Там нету этого общего образования, а в народе израильском уже в то время старались, чтобы в синагоге преподавали детям грамоту. Они учили их читать, читать Слово Божие. И блаженны те, которые умы это делать. И в то время не все имели Библию. Книги в то время не было. Бумагу еще не изобрели. Писали на телячьей коже, на пергаменте. А этот пергамент особый. Теленок не должен родиться, а его раньше времени надо забить корову, забрать этого теленка. Я был в Израиле, видел, как это, значит, выделывают этот пергамент. И тогда из этой кожи этого теленка делают вот эту особую кожу, шкуру выделывают, и на ней потом пишется. Это было дорого. Эту кожу надо было сшивать. Это были тяжелые свитки, поэтому и были очень дорогие. А писали от руки, это была нудная работа. Поэтому не все люди имели священное писание, и не все могли читать в то время. А тем, кто проповедует Слово Божие, обязательно надо уметь читать, чтобы знать это Слово. Поэтому Павел и пишет Тимофею занимайся чтением. Блажен тот, который читает. И невольно задается вопрос, а что мы с вами читаем? Читаем ли мы откровения? Если блажен тот, который читает эту книгу, читаем ли мы ее, чтобы получить вот это блаженство? Дальше он говорит и слушающие. Раз не все умели читать, то читали некоторые, другие слушающие. И мы в наших собраниях читают некоторые, дома читают все, а тут другие слушают. И как хорошо, когда мы правильно слушаем. Христос сказал в Евангелии от Луки 8 главе 18 стихе «Наблюдайте «Наблюдайте вы слушаете ибо кто имеет тому приложится еще, а кто не имеет у того заберется то, что он думал иметь. Если я имею этот страх Божий, если я имею эту любовь к Слову Божьему, мне еще приложится, а если мне только кажется, что я имею, если мне только кажется, что я спасен, если мне кажется, что я пребываю в вере и в святости, однажды это заберется у меня. Поэтому надо очень наблюдать за тем, как мы слушаем, что мы слушаем, что мы читаем. И в Ветхом Завете Господь обращал особое внимание на то, чтобы люди правильно слушали, но народ израильский не хотел его слушать. Поэтому Господь и предупреждает, что те, которые слушают Слово Божие, они блаженны. Исайя говорит в 55 главе в 3 стихе «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и живо будет душа ваша, и дам вам завет вечный неизменной милости. Придите, говорит Господь, послушайте же меня». Но этот народ имел тяжелые уши, глухие уши. Они не хотели слушать Господа. И некто сказал когда-то так, самый глухой человек тот, который не хочет слушать. Если человек и глуховатый, но хочет слушать, он прислушивается, а если человек не хочет слушать, он становится очень глухим. Вот что Христос когда-то сказал своим соотечественникам евреям в Матфея 13 главе, в стихах с 13 по 17 он говорит следующие слова. «Потому говорю им притчами, что они видя не видят и слыша не слышат и не разумеют. Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не разумеете, глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сиих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. То есть он называет их блаженными, что они видят Иисуса Христа, что они слышат то, что говорит Иисус Христос. Но вот прошло с того времени почти два тысячи лет. Много изменилось в нашей жизни. И мы живем с вами с одной стороны в тяжелое время, а с другой стороны в очень интересное время. На наших глазах совершаются великие события, исполняются пророчества Библии, поэтому блаженны те, которые читают, блаженны те, которые слушают это Слово Божие. И вот почему семь раз в послании каждой церкви во второй и третьей главе Откровения повторяются слова, имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквям. Так что будем иметь открытое ухо и будем слушать это Слово Божие. Исайя говорит в 54 главе в 4 стихе, он пробуждает ухо мое, чтобы я слышал, подобно учащимся. Будем же и мы, дети его, слушать, подобно учащимся, а он со своей стороны пробуждает, открывает наше ухо, для того, чтобы мы могли слышать и понять. И вот особое внимание здесь Иисус Христос уделяет на содержание этого слова. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего. Значит, в этой книге есть особые слова, слова пророчества. Библия говорит, что все Писание Бога вдохновенно. Это Писание дано для того, чтобы люди исправлялись, чтобы человек мог правильный образ жизни вести. Поэтому для каждого из нас это откровение особо замечательная книга, и мы будем иметь личное благословение, личную пользу, более глубоко изучая эту книгу. И третье, не только блажен слышащий, не только блажен читающий, а блаженные соблюдающие написанное в нем. Опять трижды. Вот это три часто будет встречаться у нас в этой книге. Для того, чтобы соблюдать, надо понять и запомнить. Я не могу соблюдать то, что я не понял. Я не могу соблюдать то, что я не запомнил. В первую очередь надо понять, надо запомнить, и потом можно дальше исполнять. И как хорошо, что Бог нам дал память. К памяти человека Господь обращается очень часто «И помни весь путь, и помни дорогу». Второзаконие 8.2 Или Псалом 102 «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность святое имя Его, благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Или Павел говорит Тимофею во втором послании, 2 глава 8 стих «Помни Господа Иисуса Христа». А тут написано «Соблюдай». Для того, чтобы соблюдать, надо хорошо запомнить. А только запомнить, только много знать, еще не все дает. «Знание надмевает», говорит апостол Павел Коринфином, «по и все знать делает человека надменным. Ты не знаешь, я знаю». Человек возвышается над другими. «Знание не все», говорит Павел, «нужно еще что-то большее». Иаков добавляет в 1 главе во 22 стихе, «Будьте же исполнителями слова, а не слышателями, только обманывающих самих себя». Господь не спасет нас из-за того, что мы много слышали, много читали, много знаем, много запомнили, много видели. Нет, это нам не поможет. Надо исполнять, говорит Слово Божие. Кто не исполняет, тот обманывает сам себя. Иаков говорит во 2 главе в 17 стихе, «Итак, вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Блажен не только тот, кто читает, не только тот, кто слышит, но блажен тот, который исполняет это Слово Божие. И задается вопрос, а как я соблюдаю то, что написано в Писании? Являюсь ли я блаженным? Читаю ли? Слушаю ли? Исполняю ли? И вспоминаются слова, которые Даниил, заканчивая пророчество Ветхого Завета, написал в 12 главе в 4 стихе. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Ты закрой». Пусть люди не понимают. Он говорит дальше, в последнее время придут люди с великим разумом, и они это поймут. А тут, 650 лет спустя, Господь говорит Иоанну, блажен, который читает и слушает и исполняет. Почему? Почему вот это изменение? Ибо время близко. Тогда еще время не было близко. Христос еще не пришел. Он еще не совершил дело искупления. Дух Святой еще не сошел. Дух Святой еще не открывал познания к Писанию. Мы намного, значит, во много лучших, в лучшем положении находимся, чем народ израильский в древне заветное время. Мы знаем эту книгу, мы имеем Духа Святого, Он открывает нам это. Поэтому блажен тот, который читает, который слушает, который исполняет то, что там написано в этой книге, потому что время близко. О чем же, каком же времени идет речь? Время близко. Данил тогда говорил, что время еще много, еще далеко, а теперь вдруг время близко стало. Библия говорит нам, что время пришествия Иисуса Христа на эту землю это последние дни. Мы читаем послание к евреям в первой главе, первых двух стихах. Бог многократно и многообразно говоривший из древле отцам пророках в последние дни сии говорил нам в сыне. То есть пришествие Иисуса Христа является последними днями. Или когда апостол Петр проповедует в Иерусалиме. Первая его проповедь в день Пятидесятницы. И он говорит в Деяниях апостолов во второй главе в 17 стихе. Ибо будет в последние дни, говорит Господь, и залью от Духа Моего на всякую плоть. То есть время пришествия Христа и время о сошествии Духа Святого в Библии называются последними днями. Вот этот последний день, день благодати, как Павел его называет, длится уже два тысячи лет. Библия говорит нам о разделении времени. У Бога времени нет, но для нас людей Он как-то разделил. Пять генеральных эпох времени. Это первая генеральная эпох времени от бесконечности до сотворения нашего мира, видимого. Это никто не знает, никто не может измерить. Вторая генеральная эпох времени это сотворение нашего мира. Третья генеральная эпох времени это история человечества 7000 лет. 6000 лет прошло. Библия говорит о 7000 лет. Потом идет четвертая генеральная эпоха времени это сотворение нового мира, новой земли, нового неба. А потом пятая генеральная эпоха времени в бесконечность. И Библия часто говорит от века Бог говорит от века до века, то есть от вечности до вечности, или говорит во все века так вот сейчас говорит Господь время близко. Мы в Библии рассматриваем в основном эти 7000 лет. Что было раньше Богу не нужно было нам открывать. Что будет потом дальше тоже об этом мало говорится. Но история человечества записана очень ясно. Это 7000 лет или 7 особых периодов времени. Это Эдемский период, когда человек жил вместе с Богом в безвинности. Второй период от грехопадения до потопа, когда человек руководился своей совестью. Третий период от потопа до Авраама, когда человек руководился властями. Потом идет четвертый период времени от Вавилонской башни до пришествия Иисуса Христа. Это история народа Израильского. Этому народу были даны обетования и ему дан был закон. Потом шестой генеральный период времени это великие суды Божьи последнего времени, которым мы идем навстречу. И седьмой период времени тысячелетнее царство. Так вот, когда мы подходим к пятнице, мы говорим уже конец недели. Последние дни. Суббота и пятница, пятница и суббота это последние дни. Воскресенье это первый день недели по Библии. Поэтому когда подходили последние тысячелетия, когда родился Христос, четыре тысячи лет прошло уже, подошли последние дни вот этой Божьей символической недели. Поэтому Библия говорит здесь, что в последние дни Бог говорил через Иисуса Христа или излил Духа Своего Святого. И Тимофею Павел пишет во второй главе, во втором стихе, в третьей главе, первым стихом, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо время близко. Вот надо было ученикам всем или рабам Божьим рассказать о том, что будет дальше. Почему? Потому что будут времена тяжкие, и среди этих тяжких времен нужно иметь ясное представление о будущем. И в это тяжелое время есть много лжепророков, которые стараются извратить все это, показать в другом свете, и невольно задается вопрос, какое же влияние вот эти пророчества этой книги откровения оказывают на меня лично. В первом послании Петра в четвертой главе в седьмом стихе мы читаем «Впрочем, близок всему конец, и так будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Если время близко было 1900 лет тому назад, то насколько ближе время сегодня, мы намного ближе подошли к концу всякого времени. Поэтому апостол Иуда предупреждает «Идных страхом спасайте». Если кто не знает всех признаков времени, все это слышит, пусть оно на него хоть повлияет, чтобы как-то страхом его спасти. И Петр говорит еще одно место, мы прочтем во втором послании, в третьей главе, что многие люди скептически относятся к Слову Божьему, они не верят тому, что говорит Слово Божие. Второе послание, третья глава, третий и четвертый стих. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие «Где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Есть такие люди, которые сегодня так говорят. Но Павел предупреждает «Ибо ныне ближе к нам спасение, чем когда мы уверовали». И мы с вами подошли вплотную к совершению последних событий. Многие совершились на наших глазах, другие совершатся. И каждый день, слушая последние известия, мы невольно сравниваем их с пророческими словами. Что будет дальше? Да поможет нам Господь через это пророческое слово правильно сориентироваться, где мы сегодня находимся. А главное наладить правильные взаимоотношения с нашим Спасителем. Он придет за народом Своим. Он хочет взять нас на небо для вечного общения с Ним в этом новом мире, на этой новой земле, в этом небесном Иерусалиме. к этому мы должны быть готовы.